Через считанные дни уже в предстоящий вторник в школах Большого Харциска будет дан старт новому учебному году. Накануне важного события не только для учащихся, но и для всех учителей, городское управление образования ежегодно проводит в Центре детского и юношеского творчества совещание руководителей педагогических коллективов. Однако нынешняя августовская коллегия работников образования была проведена в рамках сегодняшних реалий, то есть в дистанционном онлайн-режиме. Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции педагоги общались в формате видеоконференции. Прежде всего, начальник Харцисского управления образования Ольга Солодовник поблагодарила коллективы школ, детских садов и учреждений дополнительного образования за проведенную работу по подготовке своих объектов к осенне-зимнему периоду. В ходе конференции было отмечено, что особенностью предстоящего учебного года для школ станет переход на государственные образовательные стандарты Российской Федерации. Также более подробно Ольга Солодовник остановилась на правилах организации работы учреждений в условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Во-первых, это проведение генеральной уборки перед открытием организации. Приемка прошла, вы готовы к новому учебному году, но я надеюсь, что 31 числа будет произведена именно уборка, усиленно для того, чтобы наши ребята зашли в чистые школы и детские сады. А также организация ежедневных утренних фильтров и с обязательной термометрией. Но, естественно, наверное, в условиях наших школ мы не сможем обеспечить измерение температуры каждому учащемуся. Проведение термометрии, естественно, ложится на плечи наших уважаемых родителей. Ваша задача – оповестить их об этом. Каждый родитель должен быть ознакомлен с тем, что он отвечает за измерение дома перед приходом в школу температуры своих детей. Активизируйте, пожалуйста, работу школьных медицинских сестер, которые должны отслеживать состояние здоровья детей и с признаками, даже незначительными признаками ОРВИ, либо простудных заболеваний. Конечно же, сообщаем родителям и отправляем их на лечение домой. Традиционно на августовской педколлегии о результатах работы за минувший учебный год докладывает председатель профсоюзной организации. Светлана Изотова помимо результатов оздоровительной кампании также сообщила, что в рамках новой программы под названием «Наши дети» первоклассники и одиннадцатиклассники ко дню знаний получат тематические подарки. Остается добавить, что торжественные линейки во всех школах Большого Харциска пройдут 1 сентября в 8 часов утра. А тема первого урока «О доблести, о подвигах, о славе твоих сынов, отечество мое» будет посвящена Году Великой Победы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!